У нас здесь твои друзья сплеят, они выше комнаты, они приветствуют тебя. Мы приветствуем, и приветствую Амир. И да, они рады возвращению. Да, с нами все нормально, живы-здоровы, соскучились за вами. Вот, собираемся дальше исполнять свой долг. Да, они очень рады, что все обошлось, и мы снова как в строю, что ли? Мы в строю, конечно, нас не возьмут какие-то сириуса, гуманоиды, мы сплеят. Нас легко так не возьмешь. Он очень рад за тебя, он прям светится весь и доволен, что все, что это не напугало тебя, что ли? Ни в коем случае, мы же воины, ни в коем случае, Амир. Ну, ты об этом даже речи быть не можешь. Не напугало, это опыт, и любой опыт всегда положительный должен быть в конце. Амир, мы тогда отработаем свою программу, у нас еще там очередь за это время, люди ждут нашей помощи. Как только мы освободимся, я обязательно сделаю опять предварительный запрос, и мы тогда встретимся, как и планировали. А в любое время ты можешь не торопиться. Хорошо, ну просто очень хотелось. В плеяды вечной. В плеяды вечной, абсолютно верно. Согласен, но меня это больше всего радует. Очень рад за то, что ты пришел. Пожалуйста, приходи, навещай нас, ты всегда приглашен. Он говорит, что он будет рядом сегодня смотреть, чтобы не было никаких нападений на комнату диагностики. А такое может быть, да? Может нам выставить помощнее защиту какую-то нашей комнаты? Мы ставим 200 тысяч керц. Может быть и 500 тысяч керц. Хорошо. Минимум. Минимум. Хорошо, Верочка, значит, я тогда запишу 500 тысяч керц. Хорошо, мы сейчас тогда поднимем защиту нашей комнаты. На счет 3 до числового значения 500 тысяч керц. 1, 2, 3. Пошел подъем. Готово. Он говорит, что нужно делать еще одну оболочку вокруг комнаты прозрачной, чтобы вы видели, что происходит. И устанавливаем вокруг этой комнаты специальную оболочку, которую только пристегли плеяд могут видеть. 1, 2, 3. Только на их частоте работать. Ни одна другая цивилизация не может видеть, что происходит в комнате. Готово. Благодарю за совет, дорогой Амир. Мы тогда начинаем работать. Он может присутствовать, если хочет. Нет, он будет рядом. Он пришел приветствовать. Я очень рад. Благодарю его. Это очень приятно. Получить приветствие с плеяд от нашего друга Амира. Мы очень рады, Амир. Давай тогда начинаем работать. Я сейчас вижу нашу защиту, которая наросла. У тебя и у меня. И как она выглядит? Кокон вокруг нас такой, как скорлупа. Такой золотистой энергии. Как броня. Классно. Благодарим высшие силы за эту защиту. Посылаем нашей энергии искренней любви и благодарности. Защита действует. Защита активирована. Да, готова. Хорошо. Переходим к боевой защите. Подожди. Что еще? Тебе надо убрать его. Смотри, он тебя как связал. То есть... Дракон? Да, вот крылья у тебя не прижат. И ты расправить их хочешь. И они у тебя как спутаны. Дракон. Я тебе сейчас не знаю, что сделаю. И силой моего намерения я отправляю дракона в клетку-тюрьму. Одень, два, три. Не может воздействовать. Потому нам клетка нужна была. То есть сейчас вот с энергиями ты разорвал вот эти вот как нити. Хорошо. Какой дракон? Дракон в клетке красный. Красный. Дракон замер в клетке. Так, дракон. Ты знаешь, куда ты зашел? А знает, да он. Да? Хорошо. Значит, ты знаешь, что тебя сегодня ожидает. Повискивает. Хорошо, ты правильно делаешь. Замер в клетке. Один, два, три. Хорошо, Верочка. Поехали. Закончим нашу процедуру. Выставляем сейчас нам боевую защиту. Защита активирована. Докачай себе энергии до пятьсот. Два, три. Пошел подъем до пятисот процентов. Даже пятьсот пятьдесят. Поднимаем до пятьсот пятидесяти процентов. Вибрации поднять. Тридцать пять. И поднимая вибрации до тридцати пяти герц. Один, два, три. Пошел подъем. Да, готово. Синхронизируется энергия вибрации. Гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Такие сильные оба какие-то стали. Большие. Готово. Вот я и поэтому и думаю. На что рассчитывал дракон, который сегодня на гриле закончит свое существование бессмысленное? Что он себе размышлял, когда он пытался влезть в мое биополе? Или влез даже. Хорошо. Все. Тут уже поскуливание тебе точно не поможет, дракон. Давай, Вера. С меня начали. Я вхожу в скэнер тогда. И на счет три. Скэнер начинает сканировать пространство. Скэнер начинает работать. Один, два, три. Знаешь, у тебя внизу в ногах, как фантом. К тебе подбирался кто-то, но не смог зайти. Как канал нижний. Молился, видимо, ты. Защищала тебя это. Хорошо. Этот фантом. Силой моего намерения оказывается в клетке тюрьмы. Один, два, три. Он как труба. Не можешь тебя притянуть. Она, знаешь как, то есть она не в твоем биополе. Я его вижу ниже как бы тебя. То есть вот фантом притянут. И понятно, что это были, черт идет слово. Но он не зашел к тебе и смог. Первые дни было. Первые дни. Пока слабо защита была. Пытался, но не смог. Хорошо. Свезло черту. Хорошо. Дракона свезет меньше. Так, этот фантом. Сейчас к нему каналы есть какие-то? Уж ты это оставил? Нет, канал. Нет. Он просто как труба такая прозрачная. Открывается под ней портал в галактическое ядро. Один, два, три. И она улетает до последнего микрона. Все уходит в галактическое ядро. Закрывай, отпечатай, растворяй. У тебя эмоции есть большие. Чистые ты. Так, что установил дракон в моем биополе, Вера? Ты видишь это? Он связывал тебя. Связывал. Связывал. Знаешь, грубо говоря, как стоишь, крылья вниз. И вот так он тебя перематывал. Так, я подхожу к дракону сейчас. Ты что делал, паразит? Тебе крылья отрубить сейчас здесь на месте? Я не подрассчитал твои силы. А потом не мог выйти, говорит, из-за защиты она держала. Что ты у меня воровал? Какие энергии? Он говорит, что все, что я хотела, это покинуть твое биополе, но уже не мог. Защита она крепла, как стоит, так и с другой стороны. То есть ты заложником стал моей защитой? Да. Ты хочешь, чтобы я в это поверил? Хорошо, я даю команду. Он говорит, ты не понимаешь, как обладатель какой защиты ты стал. Объясни, обладатель какой защиты я стал. Такая защита дается редко, которая идет с очень высоких энергий. От очень высоких энергий. И как ты ее видишь? Я не могу ее пробить. Значит, и всему есть свой смысл, если такая защита стоит. Ладно, хорошо, дракон. Он попал, пока она была мягкая. Я понял, ты вошел в первые дни. Хорошо, тогда сделаем следующим образом. Вера, мне его энергия не нужна, да? Давай сделаем тогда. Да, я даю команду тонкой копии Влада спроецировать энергетический сферический канал и по этому каналу, который выстроился, произвести отчуждение любой чужеродной энергии, низковибрационной энергии, откат любых негативных программ, негативных мыслеформ, которые пришли от дракона. Один, два, три. Пошла энергия по каналу чужеродная по отношению к Владу. Энергия страха, неуверенности, энергии всех болезней. Все, что он мог получить, от него возвращается назад. Его страх в тебе сидит, накопленный за несколько дней. Усиливается потоки. Собрал он. Ты знаешь, вот эти остатки ниток каких-то должен ты ему вернуть или он забрать? Конечно, сделаем. Хорошо, это после реверса. И устанавливается фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Влад забирает чистую, светлую, божественную энергию. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Все, что у него похитил, все, что у него взял до последнего микрона, возвращает Влад себе обратно. Он хозяин своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Фиолетовым поток идет хороший и человеческое пополам. А говорил, что ты ничего не воровал, дракон? Ну, получается, он не воровал, а вот этим страхом он к тебе свой страх подселил, что ли? Не специально, как он в тебе сидел. Ну, понятно, хорошо. Этот страх передался тебе. Мне кажется, у него сейчас страха больше, чем у меня. Да, но он сейчас не сидит к тебе. Когда он сидел и боялся, он не знал, когда это закончится, сколько это продлится. Он понимал, что его найдут. Страх усиливался и влиял на тебя тоже. То есть он практически вынуждал меня его достать? Да. Понятно, хорошо. Каждый день он усиливался. Чем больше времени проходило, тем больше страх усиливался. Вот видишь, Вера, вот наши мотиваторы. Это драконы. Они нас ведут на работу, понимаешь? Ладно, хорошо, дракон. Не буду тебя трогать сегодня. Рассказал правду, я это ценю. Хорошо. Так, я тебе даю сейчас команду. Реверс идет или закончился? Хорошо, дракон, выйди сейчас и вытащи все, что ты оставил в моем биополе до последней ниточки. Сам. Один, два, три. И вернешься назад. А знаешь, он не выходит. Он как воздух засасывает в себя. Ты что такое? И они потоком с тебя уходят. Хорошие легкие у него. Раз он так может. Значит, он говорит, что... Ты же знаешь, что драконы могут выпускать пламя. И это работает в обе стороны. А, понятно. То есть ты можешь и посылать, и забирать назад, да? Да. Я знаю дракон. Знай и это, и знай то, что у тебя и энергии, и специальные лечащие драконов. И ты можешь лечить то, что ты сделал. Мы встречались очень много с драконами, поэтому я знаю вашей цивилизации достаточно. Он забрался. Хорошо, все. Давай тогда сейчас я делаю проверку. И мощнейшим ударом в 500 тысяч герц, отсекая и сжигая все каналы. Один, два, три. Удар. Готово. Отлично. Хорошо, дракон. Я тебя отпущу сегодня безнаказанно. Ты больше в это тело никогда не придешь. Или ты знаешь, чем это закончится. Ты понял, да? Он благодарит тебе. Хорошо. Готов уходить? Да, он готов. Открывается наверху портал на чистоте красного дракона. Один, два, три. Дракон уходит на свою чистоту, безболезненно забирает все, что принес. Закрывай, опечатай, растворяй. Смотри, он вылетел. И как повернулся. И какую-то благодарность, как тебе послал. И вот какой-то идет. Но что у него крылья? У тебя крылья? Он благодарит тебе, что ты отпустил его. Ну да, хорошо. Я ему крылья не связывал, в отличие от него. Хорошо, Верочка. Так, мы со мной закончили, да? Ты закрыла портал? Да, мы с тобой закончили. Да, закрыла. Хорошо, включаем фиолетовые высокоаббрационные лучи. На предмет сканирования вытесняем всю энергетику чужеродную, которая в этой комнате могла остаться от дракона. Один, два, три. Вот сейчас я себя чувствую, как я должен себя чувствовать. Да, готова. Хорошо, Верочка. Ухожу с перестала, меняемся местами. И на счет три. Скэнер начинает сканировать. Два, три. Скэнер начинает сканировать. Нечисто. Да ну, выставляем маячок зеленый-красный. Если ничего нет в твоем биополе, ты кристально чистая, загорается зеленый цвет. Если хоть один микрон чужеродной энергии, в тебе и загорается красный. Один, два, три. Какого цвета маячок? Зеленый. Как так можно? Слова идут, что правильно себя вела. Не спускала вибрации. Понятно. Хорошо. Принимаю камень в свой огород. Хорошо, Верочка. Все, значит, мы тогда закончили себя чистить. У нас Владимир здесь. Я приветствую учителя Владимира. К тебе пришел. Очень рад видеть. Слушаю. С каким сообщением, пожеланием. А не виделись давно, пришел приветствовать, сказать, что мир меняется. Не понижайте вибрации. Благодарю. Мы тоже за вами соскучились. Очень давно вас не видели. Не понижать вибрации. Хорошо. Нам уже рекомендовали поднять защиту нашей комнаты до определенного количества герц. Может быть, есть какие-то цифры, сколько энергии нам надо, какие частоты, рекомендации? Говорят, что у каждого свои энергии и вибрации. Вы сами знаете свой уровень. Да, мы знаем свой уровень. Нужный вам. Понятно. Хорошо, мы будем подстраиваться. Благодарю, дорогой учитель Владимир, посылая на этом месте энергию искренней благодарности и любви. Благодарю за твою помощь, за то, что ты приходишь, не забываешь нас. Есть ли у него пожелания, какие-нибудь замечания по нашей работе, в курсе ли он, чем мы занимаемся, чем я занимаюсь? Хотел ли он дать какую-то рекомендацию? Он хотел, но вот он смотрит на тебя и говорит, что я пока воздержусь. Он хотел тебе какую-то защиту посмотреть, проверить твою, но, видимо, достаточно. То, что он увидел, его удовлетворил. Хорошо, благодарю, дорогой Владимир. Хорошо. Мы тогда остаемся на связи. Я знаю, у вас очень мало времени, и поэтому, если мы не задерживаем, можете с удовольствием остаться. Ваше присутствие нам очень приятно, безусловно. На коне, Вера? Он, знаешь, нет, он не на коне, он говорит, что, ну, я хотел убедиться в твоем национальном состоянии. Я воин, оно классное. Я рвусь в бой, но понимаю, что надо это делать с умом. А он говорит, я вижу, поэтому я промолчу. Хорошо. Значит, все нормально, да? Я так это понимаю. Продолжай. Отлично. Благодарю тебя. Благодарю. Энергии, любви и благодарности. Прощаюсь я с Владимиром. Желаю ему всего наилучшего. Пошел. Видишь, Вера, ко мне одни гости сегодня идут. А к тебе никто. Тебя прям все посещают. Ну, все хотят убедиться, не передумали ли мы бороться с сущностями. Конечно, нет. За этим он и проходил. Хорошо, Верочка. Поехали дальше. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok